Раз, два и три! Этого события 50 мальчишек и девчонок ждали с особым нетерпением. Многие из них не только впервые увидели море. Им раньше не приходилось уезжать далеко и надолго из дома. Они никогда море не видели. У нас только речка идет к сане. Они там купались. Пригласили нас сюда. И мы очень рады. Наши дети никогда не были здесь, в Абхазии. Глядя на этих детей, не скажешь, что в большинстве своем они остались без попечения родителей. Из Лениногорского детского дома сюда приехали самые лучшие ученики. Те, кто в течение года учился только на 4-5. Адаптировались они довольно быстро. И спустя всего пару дней уже приняли решение из Абхазии не уезжать. А если сейчас предложат сесть в машину и уехать домой? Нет! Будет возможность не только летом, зимой, весной приехать. Приедете? Да! С удовольствием! Да! Только позовите и вы хотите. Приезд в Абхазию большой группы детей из Абазинского района и села Красный Восток Карачаева Черкесской Республики стал возможен благодаря усилиям Международного объединения Алашара. Сегодня замечательное событие, открытие лагеря дружбы, патриотизма и братства, по моему мнению. В выступлении вице-президент сказал, что с Ассетией у нас общая боль, а с Абазинами у нас общая кровь. Из Карачаевой Черкесии приезд детей организовала ассоциация содействия абхазо-абазинского народа Алашара, за что мы очень благодарим. Идея создать такой лагерь появилась у Виталия Габни довольно давно. На подготовку ушло несколько месяцев. Предварительно вице-президент объехал почти все республики Северного Кавказа и районы Южной Осетии. Мы много говорим о братстве. Мы не должны ни в кое время забывать 92-93 год, когда эти народы пришли и с нами стали. Это дорогого стоит. Те ребятишки, которые приехали из Южной Осетии, это большей частью дети-сироты, у которых родители погибли в войне в 2008 году, когда удар мог быть и здесь. Когда Южные Осетины взяли его на себя. Ровно так это и было. Где мы пообещали, я непосредственно пообещал, что мы все сделаем для того, чтобы вы знали, что такое Абхазия, что вас там ждут, что вас там, ваших родителей помнят, ценят, что вы гордый, мужественный народ, народ воин. Как и положено, открытие военно-патриотического лагеря начали с поднятия флагов трех стран и возложения цветов. Целенаправленно, вот их программа НАТО, на военно-патриотическое воспитание, на любовь. И самое главное, что мне вообще безгранично нравится в этой идее, это не только любовь к своей родине, а любовь к друг к другу, уважение к друг к другу. Вот это товарищество их, оно бесценно, конечно. И опыт работы вот этого лагеря, я просто уверена, что это начинание такое доброе, нужное и просто необходимое. Я думаю, оно будет иметь очень широкий размах. В организации лагеря «Юный патриот» приняли участие три ведомства. Министерство образования и науки, обороны и чрезвычайных ситуаций. В качестве вожатых и наставников курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища. Мы рассказали лишь о небольшой части одного дня лагеря. Дети разных стран, объединенные общей идеей патриотизма, завязывают дружбу. Новую дружбу на века. Нисфарш, Бальдар Дамиров, Абхазское телевидение.